Я Андрей Романов и российский голос биатлона Дмитрий Губерниев. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Сразу же, наверное, нужно к составу, наверное, да, потому что, ну что, вчера должен был быть объявлен национальный состав на чемпионат мира в Хакфильсе, но пока нет. Почему тянем? В чем дело? Ну, тянем, на самом деле, потому что и приходящих обстоятельств достаточно много, потому что мы все, конечно, обескуражены вчерашним решением Международного паралимпийского комитета, что наших ребят не допустили до отборочных соревнований, и де-факто мы не будем принимать участие по состоянию на данный момент в паралимпийских играх 2018 года. Это огромный удар и по нашим паралимпийцам, и, конечно, это огромная наша боль, моя личная, твоя, и всех здравомыслящих людей, разумеется. Поэтому рассчитываем, что эти люди сильные духом будут выступать здесь, не закончат со спортом, насколько это возможно. К чему я это говорю? Понятно, что заявка на чемпионат мира подразумевает участие сильнейших спортсменов. И так получается, что по итогам европейского турнира мы видели фамилии людей, которые много выиграли в Дужниках с Дру. Это, прежде всего, Логинов и Старых. Сашу Логину я поздравляю с днем рождения, сегодня 25 лет парнем, возраст с самого расцвета сил. И, конечно, и Ира, и Александр, отбыв свою дисципликацию, имеют право полное выступить на чемпионате мира. Но здесь, опять-таки, вот, наверное, некоторые подводные течения, потому что мы знаем, как и Мартен Фуркат и другие спортсмены, в общем, достаточно непримиримо относятся к тому, что они вернутся. Хотя юридических препон нет никаких, но тем не менее. По моей информации, ребята все-таки будут заявлены на чемпионат мира. Но здесь, знаете как, уважаемые друзья, здесь вот сначала палец, потом рука по локоть, а потом тебя всего проглотили и съели. Поэтому, конечно, здесь тоже, с одной стороны, нужно твердо держаться своих позиций, но с другой понимать прекрасно, что... А вдруг возникнут какие-то нюансы с точки зрения биатлона? То есть мы вынуждены играть, да, по правилам? Ну, конечно, мы участники этого большого международного сообщества. Единственное, что здесь непонятно, когда представители демократических стран, где работают суды, где есть и презумпция невиновности и все такое прочее, почему-то, вот, в случае тех людей, которые отсидели диспликацию за допинг и вернулись чистыми и чистыми выступают, существуют какие-то двойные стандарты. Я думаю, что, может быть, с этим связана задержка. Но как бы там ни было, персонали, я думаю, сейчас мы обсудим. Да, действительно, ну, что касается мужской сборной, здесь, понятно, Шипулин, Бабиков, Цветков, это железобетонные, да, кандидатуры. Что по остальным? Ну, во-первых, у нас, поскольку полная заявка у мужчин, 8 человек, у женщин 7, мы увидим на чемпионате мира, вот сейчас добавляется Гараничев, и причем Рика Гросс, по моей информации, очень был удовлетворен выступлением Жени на чемпионате Европы и предполагает, что, может быть, даже примет участие в комбинации спринт-пассьют. Дальше, дальше мы, Логинов, отдельный вариант, потому что он, конечно, рассчитывает на основу, безусловно, вот в этой четверке все-таки Малышка, Волк и Слепов, Шопин, запасные однозначные. Но причем Алексей Волков, как человек запасной для всех личных видов программы, мы понимаем, что он может быть основным и может быть очень неплохим основным для эстафеты и на первом этапе. В первом этапе абсолютно точно. Логинов, Логинов, четыре человека побегут у нас в комбинацию спринт-пассьют. Здесь в какой форме Саша тоже предстанет, потому что мы знаем, что Каспирович и тренерский штаб готовили Сашу Логинова к пику на Европейском чемпионате. Несколько медалей он взял, стал трехкратным победителем. Удастся ли сохранить вот этот пик, мы посмотрим. Но опять-таки здесь сейчас надо думать, к сожалению, наверное, для нас не о физической форме спортсмена, а все-таки о тех нюансах, которые могут быть с точки зрения привлечения и Логинова, и старых. Поэтому, насколько мы готовы к такому серьезному политическому давлению, насколько мы готовы отстаивать наши интересы и насколько мы готовы к диалогу, потому что все-таки мы понимаем, прекрасно расследование ведется, там уже не семь человек значительно меньше, но и с полкома IBU 8-го числа никто не отменял. И все-таки я склоняюсь, повторюсь, к тому, что Логинов и сейчас старых, мы к женщинам переходим, будут заявлены на мир. Да, это здорово. Как раз-таки к женщинам Света Слепцова заслужила полностью свое право. Сто процентно заслужила, и я даже думаю, что если удастся вот сохранить такое состояние спортсменки, то она, безусловно, должна чемпионат мира начинать. В основном в составе бежать спринт и пасют, соответственно. Опять-таки тут четверо. По Ире старых, ну, посмотрите, три года вне спорта, да, и какая потрясающая форма, стабильная стрельба. А Светлана, вот такой, какой она выглядела сейчас, медали во всех гонках, плюс ко всему, наконец-то, победа. Первая на Европе в эстафете, но ход, вы посмотрите, вот стремительная Слепцова, да, она 10 лет назад дебютировала в Кубке мира, и на протяжении последних, наверное, лет 4 мы такую Слепцову не видели. А теперь мы ее видим, и она, безусловно, в состоянии помочь команде. Об этом Валера Медведцев, наставник спортсменки, тренер второй сборной в данном случае, говорил, что готовил Слепцову как раз вот именно под, ну, не занавес сезона, да, а под середину, так скажем. Поэтому, конечно, вот эти две спортсменки, с точки зрения своей физической формы, своих состояний, и Ирина Старых, и Светлана Слепцова помогут и должны помочь основной команде, потому что здесь у нас, конечно, дефицит игроков, как говорят, в футболе присутствует. Что по остальным? Будет мини-отбор в Осробле, да, еще Веролайнен, Миронова, Сливко, Кайшева. Это правда, надо посмотреть, в каком состоянии на этапе Кубка АБЮ. Там, кстати, выступят многие из тех, кто хотят бежать в Хокфильдс, а не Италия и Бео в том числе, но об этом позже. Ну, особым, особым средством мы следим сейчас за Екатериной Юрловой, потому что она будет выступать, ей тоже нужно набирать зачетные очки, чтобы попасть на чемпионат мира, и, конечно, смотреть, в какой форме она предстанет применительно к сбору финальному, потому что Юрлова, которая собиралась вернуться именно на чемпионат мира, она будет пытаться это сделать. Почему наигрывали Вероланин в последней эстафете, хотя вроде бы Светлана Миронова по спортивному принципу проходила, но здесь тоже понятно. Да, победителей не судят, Даша молодец, конечно, Евгений подтащил где-то, но опять-таки нужно было посмотреть, вот насколько работают запасные варианты примитивно к тем гонкам, которые нас ждут в Хокфильдсоне. Ну, а что касается мужчин, давайте уже перейдем к мужчинам по персоналям. Шипулин, тот человек, которого мы на финише эстафеты в этом сезоне, если не ошибаюсь, так и не увидели, да? Именно вот в эстафете основной. Нет, ну он бежал, другой вопрос, что... Готов он сейчас? Мы помним, какое было трудное начало в первой гонке Эстерсунда, когда Виндиш выиграл у Шипулина, и потом было еще парочка поражений. Нет, то, что Антон Чемпионат мира подготовится достойно, если не будет никакого форс-мажора, связанного с состоянием здоровья, сомнений нет. Вообще, вот сейчас, на данный период, мы говорим про тройку людей, которые этот чемпионат начнут. Это совершенно точно Шипулин, это совершенно точно, я думаю, Цветков. Первая гонка и комбинация, да, опять-таки, спринты, преследования и бабиков. То есть у нас есть сейчас три человека. Кто будет четвертым? Заслужили трое? Заслужили, вопросов нет. Вот эта тройка побежит. Кто четвертый? Логинов, если поедет. Гараничев, потому что, опять-таки, да, форма спортсмена, его для этого и посылали на чемпионат Европы. Здесь тоже нужно тренером подумать. И подумать крепко. Малышка, кстати, много вопросов по Диме. В январские этапы Кубка мира доказали, что есть критерий отбора. Есть критерий отбора, он поможет команде. Не факт, конечно, что появится на дистанции. Не факт. Но в заявку попадет. Что с ним происходит? Вот конкретно с Малышкой последний сезон. Почему мы его не видим? Ну, старается. Ну, вот так не получается у человека. Делает все возможное. Вроде Рика говорит о том, что все-таки верит спортсмена. Ну, вот с моей точки зрения, пропало ощущение стабильности. Пропало ощущение вот самого олимпийского чемпиона в стрельбе, прежде всего. Ходом периодически напоминает самого себя, блестящего и обладателя золотых наград этапа Кубка мира. Но сейчас, конечно, получается, что он не боец основы, конечно. Ну, буквально коротко, финиш эстафеты. Да, потенциаль Бабиков готов на чемпионате мира? Нет, ну, будет Шипулин, конечно, если не будет форс-мажора. Хотя, естественно, Бабикова проверяли. И Бабиков надо будет готов, естественно, как Гагарин и Титов. Поэтому, что тут говорить? Партия скажет надо, а комсомол ответит есть. Но у нас есть человек, который сделает все для того, чтобы мы все-таки постарались вернуть эту эстафету к нашим победным традициям. Если партнеры много не привезут в данном случае, ты же знаешь. Ну и давайте, Дмитрий, еще буквально несколько слов об универсиале. Тем более, что сейчас ты отправляешься как раз-таки туда, через несколько минут комментирует мужскую индивидуальную гонку. Что у нас у девушек сегодня со стрельбой было тяжело всем? Да нет, ну там была классическая лотерея. И мы сегодня просто видели, как поздние номера, и Шестерякова в том числе, вместе с Украинкой, собирались эту гонку выиграть фактически, или попасть в стройку, скажем так. Потом просто начался туман, и те, кто бежали, либо в самом начале и в серединке, либо совсем-совсем в конце. Потому что туман начался, какое-то время не было ничего видно совсем, об этом девушке говорили даже на стрельбе. А потом просто подул ветер, и туман рассеялся. Но жюри не приняло никаких решений, гонка состоялась, и поэтому мы поздравляем, конечно, с победой Райкоу, которая, кстати, подтвердила, это спортсменка из Казахстана, подтвердила звание сильнейшей, которое было у нее два года назад на универсиаде в Островле. Поэтому она молодец. Спасибо большое, Дмитрий Губерниев, российский голос биатлона был у нас в гостях. Спасибо за подробный анализ. Попутно поздравляем с юбилеем Сергея Чепикова, друзья. Накануне Чепикова 50 исполнился. Фантастический человек, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель кубка. Сергей Чепиков большой молодец. Здоровья, удачи, любви. Присоединяюсь, сейчас небольшая пауза, оставайтесь с нами.